Добрый день всем любителям второго Старкрафта и не только, потому что сегодня у нас довольно особенный стрим, сегодня у нас довольно особенная 2 на 2 и моим союзником будет Павел, он же SGM, он же Spooner, он же Spooner Game Manager, он же... Слушай, ну расскажи, как тебе там вообще? Да я сам не знаю, на самом деле. Всем привет, друзья, вот я обещал, я обещал, что у меня будет лицеплейчик по Старкрафту, причем получилось даже более, чем я обещал, я перевыполнил план, так скажем, потому что со мной сегодня в видео присутствует такой замечательный человек, как Alex007, просто топ Старкрафтер in the world, самый лучший стратег и контроллер миникарты, но, короче говоря, как меня назвать, я не в курсе, но как кому удобнее. Я думаю, все-таки по имени, наверное, будем обращаться правильно, а то, что это такое, ну или там, ну, Spoon, там, что, что... Спуна, отлично, отлично. Да, меня ложкой тоже дразнили много раз, так что вы не думайте, что вы там самые умные, если такие, аха-ха, это же ложечник. Хороший никнейм, на самом деле, мне твой никнейм нравится больше, чем мой, но проблема в том, что когда мне было в два раза меньше лет, то ситуация была ровно наоборот. Ну, в таком возрасте, на такой стадии, как бы, медийного развития менять никнейм уже не очень камильфо, поэтому... Раньше было круто, вот эти все 007, там, на Кибатор 228, там, что-нибудь, киллер, там, какой-нибудь, флор. Кстати, игрушка неплохая была. Слушай, ну, киллер, это вообще, на самом деле, это отдельная история, потому что у нас в корейском Старкрафте, ну, только я помню трех разных киллеров, ты представляешь? Нагибаторов у нас, конечно, не было, но киллеров было три разных, и я не знаю вообще, о чем они думали. Просто нагибаторы не дошли до просцены маленечко, наверное, они не дошли дальше, чем бронзовая лига находится. Ну, да, да, я думаю, у них была такая проблема. Ну, хорошо, сейчас мы будем играть в Старкрафт, у меня-то со мной все понятно, я безнадежный задрот. Расскажи, какой у тебя опыт в Старкрафте-то? У меня-то опыт-то, ну... Ну, кроме того, что мы с тобой разок один стрим провели, да, совместно. Ну, на самом деле, опыт не совсем большой, я бы хотел, чтобы это было как-то... Я бы сейчас такое рассказывал. Ну, вот, там, в 2015-м я впервые взял золотую лигу, выбился в топ-10, там, потом... Нет, такого не будет. Короче, у меня, в принципе, нет никакого тут карьерного Старкрафтевского роста. Я совсем... Ну, как, играю-то я давно, но вот совсем недавно начал более-менее увлекаться, как-то играть ладдер, играть в основном не рейтинговые игры и как-то поднимать свой скилл. Но мне безумно нравится Старкрафт, но проблема в том, что я не умею в него играть. Вот. Вот такие дела. Слушай, ну ты просто профайл типичного любителя Старкрафта на Ютубе. Мне, конечно, все нравится, но как вот это вот все играть, я вообще не понимаю. Мне больше нравится смотреть, честно говоря, как играют другие, на более профессиональном уровне. Вот. А вот как, что касается собственного скилла, ну, я не знаю. Я себя оцениваю примерно где-то на уровне, ну, золота-платины, если играть за зерга, если играть за остальных, ну, вообще печально все. Слушай, ну твой карьерный рост как раз сейчас на наших экранах. Я же могу пошпионить, зайти в твой профайл. У тебя сначала была бронза, потом серебро, потом золото. И теперь ты, видимо, решил остановиться, чтобы не расстраивать себя, если вдруг не выйдешь в платину. Нет, просто на самом деле не так все было. Золото я взял в прошлом году, тут написано, да, второй сезон. Потому что я прям задался целью, говорю, ну, вот сейчас проверю свой уровень игры и позадрачивал, может, игр 15. Вот я вышел в это золото как раз там где-то после начала сезона, спустя несколько недель. И все, и больше не играл. Потому что не было времени, а потом что-то еще, потом не было желания, и наконец нашлась игра. Или я ошибаюсь? А, не знаю, может быть, но ты продался. Сейчас я точно уверен, что я играю лучше, чем вот эти полгода назад. Вот это прям инфосотка. Но проверять свой уровень мастерства пока как-то не очень хочется, почему-то произошла ошибка при попытке соединения. Если это еще раз произойдет, нам, возможно, нужно будет сделать релок. Ну, потому что StarCraft, как бы, игра, это 2010 года выпуска, есть еще до этого 1998 года выпуска. Современные технологии, к сожалению, до батлнета еще не доползли. Поэтому иногда приходится немного танцевать, сколдовать с бубном. Ну, хорошо. В принципе, по поводу уровня игры я тебя понял. Конечно, тем, кому интереснее уровень игры, может быть, и будет смотреть как-то веселее с моей стороны, но на самом деле я приглашаю тех, кто есть на моем YouTube-канале, зайти на канал Spooner и посмотреть, сумел ли он таки сделать видео в 4К, потому что если он... А, точно. Да, если он реально сможет записать StarCraft геймплей в 4К, то это будет очень интересно. Лично я не видел таких полноценных 4К геймплеев в StarCraft 2. И я, например, с удовольствием посмотрю, как вот это вот вообще все выглядит-то. Ну, я находил. Я находил какой-то американский забугровый канал, где чувак снимает в 4К. Ну, это нормально, потому что он забугровый. Там у них деньги есть, все такое. Но чтобы у нас вот так было, но не видел. Русскоязычных точно не видел. Да, так что ты будешь у нас первый. Так, в общем, я пустил разведку вниз. Ты у нас кто? У нас протез. Протезик грязный, понятно. Давай, давай, давай. Да, ну начинается уже этот... О, тебя уже узнают. Вот так оно и бывает. Кстати, тут на днях, на днях пытался попробовать тактику через инфесторов, свармхостов. Ну, вот это вот, в последнем ролике у тебя было, муталисков и... А как ты всем этим управлял? Ну, было сложно, но на самом деле очень эффективно. Вот этот, я забыл, как называется юнит, прошу меня прости. Ну, караптер там, скорее всего. Да, караптер, который, да, вот это, вот здание высасывает. Вернее, он поливает их огромной, куча зеленой непонятной жидкости. И просто вражеское здание растворяется напрочь очень быстро. Да, это неприятно вообще. Что это за карта? Я немножко не соображаю и протупил. Ну, смотри, вот там ты можешь ставить локации. Да, там я уже увидел столько, что буквально. Да, соперники у нас могут появиться в трех разных местах. Слева сверху, слева внизу и справа внизу. Собственно, ты летишь направо вниз, я разведываю два других респауна. Сейчас мы сообразим... Сообразим, где наши оппоненты. И после этого... Ага, ну все, я уже понимаю. Золото я оставлю тебе вообще сейчас. Я думаю, это будет логичнее. Это очень мило. А сам себе возьму левую локацию, третью, довольно быструю. Так, это у нас тут два терна, типа, да? Вау. Это не очень хорошо. Они слева, да? Да, они слева. Я понял. Короче, есть у меня одна идея, что нужно сделать такого прям веселого. Я решил, что... Оп, 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 нам приехали, нас нашли. Это разведка, да, это нормально. Я решил, что это наше 2 на 2 должно отличаться от всех остальных моих тем, что здесь будут стратегии, которые вы в других 2 на 2 не увидите. Поэтому обычно я играю на победу. Ну, а здесь я буду играть на стратегии, если вы понимаете, о чем я. Да, на стратегии. Да. По фантичку, может, ты хотел сказать? Я что-то не услышал. Просто на стратегии. Это конец предложения. Ладно. Допустим, допустим, это то, о чем я подумал, и все с нами тоже. Не, я не знаю, о чем вы там все думаете. Я думаю, о чем-то не том, о чем думаю я. Ух, ничего себе, там уже пошло так. Начинается. Это что, это ранний раш какой-то? Ну, так-то да. Там просто, короче, ребята построили кучу морпехов. Ага, я понял. И это, типа, неприятно на самом деле. Так, ладно. Хорошо. Смотрите, есть плохая новость. Есть хорошая. В чем заключается плохая, понятно. В чем заключается хорошая? Хорошее заключается в том, что они не пошли на мое золото. Блин, я хотел сказать, не идут на наш мейн. На наш мейн они все-таки... Как, у меня сейчас вылупится много роучей, и они... Я думаю, справятся с этими мариками. Да. Ладно, на роучей вылупится не очень много, но они все равно с ними справятся. Как-то очень оптимистично настроение. Вот чем мне не нравится играть против вот таких вот ребят на низких уровнях, они никогда не играют в макро. Просто никогда. Эй, так что-то раньше это не сказал. Это всегда чист. Это всегда чист. Вот, вот... Как ты ни старайся, это всегда будет чист. Меня это просто бесит. Мне как-то хочется поиграть в экономику. А вот им не хочется. Согласен, отвратительные молодые люди. Это правда. Еще правда, что я потерял очень много рабов. У меня тут локатка еще тревая, но это тоже принц. Нет, мы сейчас объемы легко. Пойдем-пойдем вместе с своими раучьми. Так я мы, наверное, не убирать. Ну, они же, скорее всего, напишут ГГ или... Ух, тем. Это тоже невероятно. Я не знаю, как у них план. У меня план начать, наконец-то, качать свое заслуженное золото, которое они не заметили вообще. Да, мне бы тоже не помешало немножко как-то раскачать свою экономику. Да, занимайся, я думаю, у тебя есть время. Да, я считаю, они довольно много потратили. У них ни одна база еще не поставлена, поэтому все хорошо. Ну, да, да. Так, у меня где-то был ловерсир. Значит, посмотрим, чем они все занимают. Что вообще так нормально роучее? Может, кстати, еще плетку перекопать в обе плетки? Да, 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 да. И тогда у нас вообще все шито-крыто. Расскажи пока, почему ты выбрал звергов? Я не знаю, они прикольные. Ну, они просто симпатичные. Как-то не странно бы звучало, внешним своим видом и вот этой всей механикой игры. Ну, хоть кто-то назвал звергов симпатичными. Это удивительная характеристика. Ну, я понимаю, что они отвратительные на самом деле, но вот, я не знаю, мне нравится вся тема таких-то жучков, которые всех убивают, жрут. Ну, весело же, правда? Жучки-паучки, да, очень. Особенно, ты знаешь, у нас на даче, там, в нашей местности, в Николаевской области, водятся каракурты. Ну, чтобы вы понимали, это, типа, такая штука, которая к тебе подползла, в тебя чпокнула, и ты мертв, как бы. Да, очень приятно. Поэтому, честно говоря, я не фанат. Ну, вообще, почему? Не, ну, так-то, да. Ну, вообще, вообще, на самом деле, если так подумать, вот, прям, вот, основательно задаться этим вопросом, почему мне больше нравятся зерги, ну, наверное, потому что они сложные в управлении в своем, чтобы играть эффективно, нужно много отклацать, много делать действия правильные. Да, 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 естественно. Дело-то в том, ты мне, вот, вот, не даешь сказать, ну, самая-то главная мысль. Дело-то в том, что я всего этого делать не умею. Так, вот так. И поэтому играю пока что, ну, в данный момент, да, в данной игре. Я тут немножечко развлекаюсь. Да, я присоединюсь к твоей развлекалу. Ну, вообще-то, я бы, кстати, тебе не советовал, там, много разных мариков. У тебя есть возможность понаблюдать, сколько их, где они, чем заняты. Ну, а, я забыл про апгрейд. Очень вон, я вспомнил на вас. А, ну, хотя, слушай, если я к тебе сейчас подключусь, то мы это, может, все и убьем. А, ну, там две армии, слушай. Они все здесь. Они все здесь, и это не очень хорошо. Да. Не очень. Но, не, стоп, зачем мне эта штука? Давайте-ка мы второе золото возьмем. Что это был за звук сейчас? Из-за iCloud, этого не iCloud, а один iCloud. Но он мне не понравился, что-то он означал, ведь, и не дай бог, что с записью. Вроде все в порядке, вроде все идет. Вдруг он мне сказал, у вас закончилось место, вы придурок пишите в 4K, у вас всего 200 гигабайт свободно. Убью им орбиталку или нет, ну-ка, 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 нет, ладно, не убью, хорошо, 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 все убедил. Ты играешь через массу оракулов? Что это? Это что-то новенькое? Да, ну как? Предположим, что это какой-то новый революционный стиль игры, да. Фишка просто в том, что они, ну, ой, там драка прям, ой, ну я что-то не готов, не знаю. Ну тут не драка, тут стих моих тут ребят вот этих. Я потому что абсолютно проморгал. Так, окей, окей, я знаю, что мы делаем. Я тоже знаю, что мы делаем, сейчас, секундочку. Сейчас будут люркеры в моем исполнении, я думаю, очень быстро. Я надеюсь, что очень быстро, но тоже мы не особо успеваем, если думать. Ага. Ну смотри, я думаю, они сейчас попадутся на вот эту вот ловушечку, и мы можем убить их войско по частям, видишь? У нас такая есть возможность. Да, да. Погнали. Так, а здесь второе войско. Все равно вроде все ок. Более-менее. Блин, они разловушились. Это проблема, отступить чуть-чуть под мои пилоны. Да, да. Да. Оверлордами тоже можно отступить. Я думаю, что с пеной не очень не пытаюсь. Это да, у меня тоже есть такая проблема, ты не поверишь. Ну, можно заспамить их собачки, благо у меня есть личинки. Можно и так, да. Так, здесь хайграунд. Ага, окей. Ладно. Че, они ушли, да? Они вроде как ушли. Ой, молодцы ты, как я. Очень странно, но хорошо для нас. За это им, конечно, спасибки. Можно пойти тогда в центре, там что-то, поставить какую-то оборону с фотонками. Э, куда-то еще бегут мальчики, кстати. Не понятно. А знаешь, что... Вот, вот... Так. Позор. Это так и есть. Сделал мув. Все еще. Да ладно. Все еще пилит Блинком, да. Был такой персонаж в мире второго Старкрафта, Виктор Галамидов, который говорил, что орбитальная станция это лишние 150, а у тебя лишние просто 100-100. Кому там они нужны? Да, действительно. Я же через роучи играл. Ой, ой, как замечательно. Ты сжираешь им весь продакшн. Э, всю добычу. И, боже, как это вообще происходит? Просто орбиталка улетела... Никто ничего не видел. Ой, 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 они идут, ой, 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 они решили отомстить, да. Но это не так просто. Им придется опознать всю мощь пилонов. Они очень здорово поймали Коросю в Байло. Сейчас главное, чтобы я не поймал Коросю в Байло. Все, нет, ну все. то ясно мы выиграли я думаю если они выходят из игры по идее уже по идее все хорошо слушай в логике тебе не откажешь вообще это было довольно близко ты знаешь если так шутки в стороны я не раскрытался понимаешь вот а ну тогда конечно на нем торчит еще пытается это как-то да не он он долго писал просто то что написал поэтому я не знаю что он написал не страшно мерзкая г ну да в 4к там не разобрать просто ну смотри три с половиной к изи и вин все такое ты предлагаешь этим гордиться не понимаю я предлагаю сказать как-то низковато не для такого великого алекса с 5 с половиной к ммр слушай на меня и без того называют часы 007 сейчас ты еще начинаешь его раздувать так вообще прям откровенно ну ну да или нет если если бы ты играл нормально одни через масса оракулы было бы все наверно получше плюшки нет ты думаешь да ничего не знаю если посмотреть я вообще люблю знаешь после матча смотреть вот есть такая вкладка скоро самый смотреть на соотношение по очкам да вот по очкам все хорошо я считаю так что оракулы отличный юнит так так где это четвертая вкладка вот там ладдер экспириенс результатов я понял ну я недалеко ушел в принципе для меня это вот для гордость ты всех обошел по технологиям я вообще не знаю что blizzard понимаю под технологиями то есть типа играть в роучей это очень технологично а играть в оракулов это примерно также технологично как в масс-мариков до близок но нет технологии здесь стоят и я предполагаю что это у меня 22 вот вот сеть ангрейд им да скорее всего это именно апгрейды потому что это количество ресурсов влитых вот об об грейд и да и только все апгрейды скорее всего к этому же относится и апгрейд хаты два раза второй из которых я не сделал не знаю не знаю может быть возможно возможно эти все закопки даже муф лингом тоже имеет это как-то не честно мне тогда совсем нечего делать для оракулов потому что на них ведь не работает грейд на атаку я единственное что я могу делать только грейд на армор и все ну щиты еще могу сделать да ведь у них атака это способность я смотрел этот видосик кажется где ты разбирал все вот эти нюансы интересные то же самое что и тором который почему-то использует маленькой не тем пушки которые должен натор вообще странный типок я после этого видео короче на него обиделся больше больше торов не строю потому что они очень странно мало того что из-за них я запорол вопрос на своей игре так еще и они сами стрелять не умеют нормально ну их к черта поехали но то в стройке франдома мужчины психогринуты они такие в прошлое два парня были двумя тернами поэтому это точно не те же ребята керезон так но там разведка тут немножко попроще да все предельно просто кроме того что кстати оверлордов надо не отдавать это далеко не всегда ну прошло по моему у меня так там и жил где то а ему норм потому что соперники не там появились ха 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 прошло в этом нет я прилетел все таки потом а а слушай я помню он прилетел на какую то локации и я не помню что там потом с ним дальше но он должен был сдохнуть полюбе потому что там потом была локация все таки хотя я его уводил да за карту чтобы он и пожил как то знаю все придется смотреть да думаешь долбок боксом с этим оверлордом боже мой ну ладно ладно какой-то любимый юнит зазерга но только не ровч пожалуйста нет не ровч ровч вообще надо я не знаю мясо какое-то мне нравится мута лист вот мута прямо вот интересная фигня сейчас я возможно да я сыграть через нее тогда советуйте в принципе ну какого бы то юнита не назвал мне очень нравится очень сильно нравится гидра вот прям на универсальный юнит он и воздушный он и наземный он очень здорово бьет единство что боится атаки по легкобронированным целям гидра очень сильно любого сплэша боится там все эти танки колоссы штормы там есть тот сплэш урон ей не очень хорошо гидра все плохо чувствует при таких раскладах хорошо в общем тогда мута листки это будет отличный выбор против нас протос и терам насколько я понял к нам терам вроде приезжал ну и я попробую такой тоже интересный вариант игры к нам зерк приезжал елопал то есть мы против процесса и зерга и потому что он знаешь очень 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 стоит ждать чиза зерга как минимум но поверь я знаю этот уровень его марс здесь все так делают я на самом деле доверяю твоему опыту потому что мне объективно как раз на таком уровне не хватает это правда это как вы понимаете снова было историей с цикла честно на 7 но ничего страшного нет сколько у тебя там игр десять тысяч должен на 11 было быть лишним недавно на каком-то ролике как раз нормально когда мы с нормально для того чтобы вот так вот события происходит давай еще немного почесла шоссе не то чтобы забыл но просто фишка в том что когда я приходила 2 starcraft у меня уже был определенный багаж за брудвара и поэтому я сразу там попал более-менее высокие лиги поэтому я вообще реально никогда не играл там условной золотой лиги была платина наивысшей лигой вот в тот момент когда я пришел в starcraft и соответственно у меня была платина да неплохо так ну в общем от протаса пока к сожалению не совсем понятно чё ждать от зерга мы уже все понимаем паша сказал чиз значит ждем чиза но это не точно а да вон там уже бежит куча собак не очень хорош у меня нечем отбивать абсолютно у меня три королевы это у меня 4 королева кстати но сейчас закажу немного роучей так что план короче отбивать это на королевах план да план королевы плюс роучей который куча нет но они будут это точно а я уже есть да 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 они уже начинают траться и парень то то очень плохо имеют ого сколько бэйнов вы куда живой они идут минералку к тебе прямо минералку по сути по сути по сути по сути по сути по сути но нет но отличный сплит просто великолепный в исполнении алекса все сейчас могли наблюдать на самом деле все хорошо потому что в это время куча лингов сдохла на моих королевах на натурале и сталкеры тоже пришли и сдохли и типа мы отбились вот ну ладно теперь можно отставить на ромках 5 да что то энергии сегодня не завезли говорят абсолютно не 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 а ну куда то опять лингами пришел я шоу же отбился но мы же так не договаривались так что у меня это сейчас будет примерно то же самое что ты сейчас видишь только на протяжении еще минут в трех а потом они сдадутся когда поймут что у них ничего не вышло понимаешь как это работает пока не очень но окей ну вот так вот они сейчас будут пытаться так как дотало у нас проломить но это же глупо у них не получится и ну да но и не доказать в этом дело блузы гайс гоу макро я не думаю что они знают что такое макро и не надеялся бы на это честно говоря да плохо страна союзник ненавидит зергов союзник виноват но это всегда мы знаем такие истории это это из других игр обычно там тоже союзники все не виноваты одно и то же что сказать что я больше люблю сэмка чем с калашом бегать в контр страйке но вот никак не могу ой 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 у нас там грызут да наши грызут стоп талки большая а а я с так щас будет первый заказ муты уже чувак поставил нас на место просто ну давай нападай не так просто убить королеву когда ее хилят 20 других вот в чем проблема отличная стратегия м ducto压 ну да особенно вот эта тема когда у тебя есть пара тромогов тучи королев с лавой просто идут и всех убивают а когда реальность томас королевым тоже работает парката что криппать наступал 경en начнанная лорд лана не надо п�데гаробок каната dåбур own него не внимание на трансмом пробежали, да, я думаю, просто пробежали как-то. Не знаю. Ну, абсолютно не заметил этот момент. А, я тоже. Ну и ладно, подумаешь. Зато у нас крипа вон сколько. Ну, да. На самом деле, пока сценарий прошлой игры повторяется, мы-то, конечно, терпим. Но мы-то своё уже терпели. И, по-моему, нам уже нормально, не? Да, 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 да. У нас тоже всё ок. Вот в чем фишка. Да, я, я, я. Кто там? Там мой овер. Ждут, и он упал. Думаешь? Ага, прям сильно ждут. Ну, тогда это будут друг друга, не? Как я думаю, что ты можешь, я думаю, просто полетать в моториске, ничего нет. Но в итоге, конечно, Брэдлорда, да, будет норм вариант. Саксессу. Вот, газельки не хватает абсолютно пораженно. О, это, кстати, я тебе могу подбросить, как человек, который играет в МАЗ-Королев. О, это вот сейчас вот от тебя, Касарь, прилетел, да? Ну, почти, Касарь, да. Всё, прям вот затарился. Хорошо. Прям, прям затарился, спасибочки. Теперь мне 19 минуты будет. Это уже что-то. Можно, дети, творить дела. Ты бы ещё базу какую-то поставил, например, здесь точно. Ну, у меня пока третья ещё там просто на половой практически, она не кончивает. Скромно себя ведёшь. Да, действительно, мы ж зерги, не, а? Ну да, я два золота отхапал, а ты как-то так прибедняешься. Не знаю, мне норм, я такой-то сижу и всё. Ну, там тоже пацаны, кстати, не скучают. Вон золото отхапали, им тоже норм. Это мы сейчас накажем, я думаю, такую историю. Нагленькую. Ладно, я наглею, а чё они наглеют? Чё это так? Ну, видать, чё-то знают. Смотри, Войдрей, блин. Проблема Войдрея в том, что это такой предвестник керриера, то есть у нормальных... Ну, да. У нормальных протосов вообще Войдреев должны расстреливать. Это как, ну, принести плохие новости, то только принести новости о керриерах. Ой, там много сталкеров, но они пока ещё вроде без блинка. В смысле, а это чё, не макро, что ли? Вы поролище? Ой, 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 здесь у них ещё есть... Посмотри, кто, посмотри, кто. Нееет! Тут вармхосты. Э, так это у меня есть вармхосты, чё-то они у них есть. Их тоже есть. Чё за наглый плагиат, давайте... Договоримся, что сармхостовый королев строю я. Нас вообще тут монобатлс намечается небольшой. Так, ну, баска, отлично. Вообще, я готов никого не трогать ровно до тех пор, пока никто не трогает мой крип. Как бы, фишка в том, что рано или поздно им всё равно придётся тронуть мой крип, потому что он доползёт до их бас, но это уже их проблемы. М-м-м, ну, эм... Да. Ладно. Там надзирателям плохо, короче. Нет, говорят. Опять. Ну, это нормально. Я слышал об этой проблеме от других зергов. Ты не первый. Да, я даже знаю от чьих. Хватит там трогать моих юнитов. Чё, они постоянно как-то так странно подходят и лапают моих оверлордов. Ну чё, придём королевами убивать хату? Ой-ой-ой, с порками-то чё, затарились, а? Давай, удачи на три спорки против тридцати муталисков. Ты сколько тут? Ну, достаточно. Эээ, рабочая, где у меня, атакованная, извините. Ой, как-то получилось. Да, мне что? Да, мне там парочка рабов прибежала просто так. Ээ, тоже нормально. Окей, давай, удачи, давай. Сколько там у тебя, в четыре штуки? Слушай, ну ты, я смотрю, контролишь просто как... Как про. Знаешь, каком году изобрели мутастэк? Эээ, не знаю, предположу, что в году в четырнадцатом, наверное. Его изобрели ещё в первом Старкрафте, в 2004 году. Джулай Зерк такой. Был известный про. Так, криптумор, не трожь, слышь, воу. Швил. Швил. Ладно, ладно. Заметили, да, как у нас со спуном вообще, ну как бы, разные игры, то есть мы просто сообщаем друг другу. Ну и там, да, что-то там где-то там случилось. Сообщаем друг другу сводки совершенно разных фронтов, как бы вот. На моём фронте там что-то одно происходит, на фронте спуна другое. Ну, вообще у меня главный фронт, это тот, где крип тянется, как бы всё остальное на самом деле не существует. Крип должен жить, правильно? Это, да, это очень правильно. Сейчас у меня вылупится восемь крузлордов, и это будет уже неплохо. Что там, где истяк? Гейзер. Ну, давай, дерись с моими локустами. Кстати, локусты 3-3, а его юниты 0-0, вот ещё как бы в чём проблема есть. Королевы не умирайки. Есть такой особенный вид королев. Не умирайки. Ну, ты разносишь его одними королевами, а я как-то пытаюсь сделать своими жалкими. Не, на самом деле мне даже хату убили. Ещё у нас тут, короче, эти инвесторы просто под носом. Закопанное состояние. Да, я тоже так считаю. Они почти безвредны. Крипчик, крипчик. О, как-то изменили анимацию, что ли? Я что-то перепутал. Анимацию кого? Брудлордов, как-то они странно скидывают сейчас своих маленьких странцев. Не знаю. О, халяв, халяв, халяв. Еее. Еее. Знаешь, чем минус? Я не знаю, может, и минералов надо, но... Ну... Просто такое дело, у меня накопилось 6-7 тысяч. У меня всего 8 тысяч, поэтому я даже не знаю, может, надо, может, нет. А, ну, да, да. А ещё я абсолютно забыл вообще про апгрейды какие-либо наземные. И воздушные тоже. Хватит инфестрами микозить своих королев, дружище. Это... Моих королев, в смысле. Это бесполезно вообще. Они не умирают. От микозов. Даже если их не будут трансфьюзить, то тебе понадобится штук 10 микозов, прежде чем они сдохнут. А ещё будут трансфьюзить. Легче. Ну, если бы было чем убивать, я прошу прощения. То, я думаю, у них бы что-то, что-нибудь получилось. О, ну, видишь, ползут, 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 ползут. Когда-то пытаются убежать. Ой, 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 ой. Нет, брудлорды. Они были такие молодые, у них были такие планы. Радноват, радноват. Ты, кстати, в StarCrafts Mod играл? Нет. Нет, что это, о чём? Окей, я потом скажу. Ой, 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 там. О-хо-хо-хо! Серьёзно? Ладно, сейчас мы зайдём с тыла и быстренько исправим эту ситуацию. Но вообще, это было сильно. Ну, они схватили моих брудлордов, такие, держат прям. Да. И что, и всё. Не знаю, я считаю, моя победа, что я всю карту крипом затянула, а всё остальное, это, конечно, мелочи жизни. По поводу StarCrafts Mod, это такие мультики о StarCraft, кстати, тем нашим зрителям, кто никогда не видел, очень советую погуглить Carbot Animations, канал на Ютубе. И там мультики по всем Близзардовским играм, в том числе по StarCraft. Но изначально как раз именно по StarCraft эти ребята делали мультики. И у них шикарная мультяшная графика StarCraft, и она настолько понравилась игровому сообществу, что проспонсировали создание вот такого игрового режима, в котором все юниты, вообще всё, что есть в StarCraft, перерисовано, как в этой мультяшной карботовской штуке. Слушай, так это же повод для видео, нет? Я такие видео делал, да. Да, ну я смотрел мультики практически, наверное, все, сезоны, все вообще серии. Но я абсолютно не слышал про подобный мод. Ну действительно, это, в общем, уже довольно популярная, давно известная штука. Правда, ну, конкретно сам по себе StarCrafts Mod в игре, тут понимаешь, в чём проблема? Ты в него один-два раза поиграешь, так поумиляешься, там, я почему вспомнил, бродлорды особенно милые. Но потом тебе, ну, как бы просто надоест, потому что это всё равно не очень играбельно, очень сильно отвлекает. И, ну, это так, знаешь, запустить, посмотреть, покайфовать и забыть. Да, да. О, ну, короче, золото я снова оставляю. Господи, как это мило. Я не смогу реализовать его потенциал, у меня просто ресурсы накопятся. Похоже, мне снова придётся тащить игру. Ну, ладно. Нет, ну, я могу чизануть, как бы это мы умеем. Да не, не, у меня есть один план хороший именно для этой карты, я думаю, я справлюсь. Я сейчас посмотрел, и против нас ребята играли из Diamond League. Воу-воу-воу. И по графикам, по АПМ и прочим действиям я с ними на одном уровне. Ну, это как-то... Вообще, не расстраивай, если эти ребята из Diamond League, то я балерина, потому что там совсем всё плохо было. Так, слушай, а чего у него так мало рабов-то? А-а-а... Странно. Пул только поставлен. Окей, у него просто мало рабов, он просто втыкает. В принципе, всё. Может быть, он чем-то другим занимает? Может, это прокси какая-нибудь прямо у нас под носом? Нет, не верю. Да не, он просто поставил лхату на золоте, как и я, просто он чуть-чуть завтыкал. А я вот тоже сейчас завтыкал, здорово. Вы с ним одной крови, зерговской. Завтыкал, не поставил омут вообще никак. Ой, ну это сейчас точно не страшно, потому что от них никакой агрессии, так что... Пул тебе вообще нужен только для того, чтобы построить королеву и сделать свою экономику ещё более сильной. Единственное, что требуется. Да что так. Слушай, ну вот это как раз сейчас очень мирное начало, потому что ребята оба... Ой, прошу простить, у меня тут что-то вообще жесть какая-то происходит. Ну ты держись там. Я держусь, нужно строить рабочих, но ничего не выходит. Господи, я не знаю, может быть, как-то это вырежется, но нет. Я бы хотел это вырезать, но тут зергами в горло попал. Да, это просто был только что типичный зерг в прямом эфире. Всё нормально. Ой-ой-ой-ой, летает, тут разведывает. Вот опять же, знаешь что? Хорошо, хорошо, что у тебя есть время на все вот эти прикольчики, потому что у нас тут реально очень... Да, 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 да. Мирный такой, мирный пассивный опенинг, как бы. Ну ладно. Никто никого не трогает. Нет, ты же понимаешь, я вообще ни в коем случае не специально. А я думал, что это специально. Такое внешнее. Конечно. Так, тут фотонка ставится. Слушай, ну, ойс, а там роучи выбежали. Чё-то это как-то не очень совместимо. Один ставит фотонки, а второй построил роучи. Вообще, чё происходит? Да? Не могли бы объясниться, господа зергопротос? Объясните, пожалуйста. Перестаньте. Ну, я думаю, объяснение простое. Мне тоже нужно строить роучи и очень быстро. Не, я думаю, я от его роучи, если чё, отобьюсь. Я вообще до сих пор не... А я что буду делать, если ты отобьёшься, а я? Ты, конечно, умирать, да. Вот разные вещи, понимаешь? Разные фишки. Да ладно, чё, никогда не проигрывал до этого в StarCraft, что ли? Да, господи, конечно, проигрывал. Ну вот. Очень много. Разом больше, разом меньше проиграешь. Какая разница? Ну, не хотелось бы проигрывать, играя с таким великим StarCraft'ером. Одно и то же, что. Что, моя дурацкая огорода, что ж ты так держишь? Парни, у меня есть проблема, я тоже не могу потратить ресурсы с золотой базой, их реально много. А я о чём говорил? Ну, ничего, на самом деле у меня есть одна идея, сейчас, короче, мы выиграем. Ты через собачек пошёл, что ли? Ну, я... да, да, там есть один у меня вариант. Такой. Ну, типа, забежал, сожрал, окей. Да. Никогда такого никто не видел. Я не забежал. Никогда так не делает, это что-то новенькое вообще. Я передропался, не надо тут. Это куда более благородно, вы же понимаете. Ну, я видел, как передропнули всю армию зерга абсолютно полностью. На вражеский мейн. Там было, наверное, порядком... Около... Ну, 10-15 оверлордов. И они просто-напросто перегрузили абсолютно всё войско. Неплохо. Вот с этой чахоткой я абсолютно профукал всё напрочь вообще. У тебя тут два дрона такими интересными делами заняты? Да, да, да. Я даже не знаю мне. А они тут делают... Им как-то помочь, может? Что-то делают. Они как-то попали в бинт. Важно. Слушай, а раучит реально много. Так. Хорошо, и здесь. Хорошо. Я уже сейчас вижу, как это видео набирает огромное множество дизлайков за абраганского с хонором. Абраганского. Пом, ты слегка перебарщил. Так. В самом деле, дико неловко вообще с хпс. Куда эти раучи? Слушай, они типа драться хотят. Что ты думаешь на этот счёт? Я думаю, что мои шесть раучей тебе в помощь. Спасибо. Да что такое-то сегодня происходит? О, они с плюс один на атаку. Ничего себе. Это нелегальный апгрейд. Вы слышали, что его запретили уже давно конвенции ООН? По защите правого зергов, детей и беременных протосов. Очень вредный запрещенный апгрейд. Блин, у меня реально так много бабла, я не знаю, что с ним делать. Наверное, ещё одну макро хату давайте поставим. Не знаю, зачем я поставил тоже у них прям под носом хату. Я думаю, это их отвлечёт. Всё, пора играть. Пора играть и запускать какой-то более профессиональный Старкрафт спонт. Ну вот это они зря пришли, я думаю. О, ну он ливнул. Это был его ол-ин, он ливнул. Они как бы пришли и вышли. Ты просто один выиграл. Да нет, почему? Я сейчас просто ненадолго отлучусь. О, это уже 4к ММА, ну понятно. Да, конечно. Ну боже мой, вот это вот, ну, я не знаю. Что это такое? Каким образом человек из Даймонд Лиги может делать... Это 2 на 2 Даймонд. Не-не-не, спунт, это 2 на 2 Даймонд. Это, ну, не ребята из Даймонд Лиги. То есть, один из них... Посмотрим, кто там он, откуда вообще. Ну, один, вот он в Даймонд Лиги, но затеранно, понимаешь? Поэтому тоже тут немного не в тему. Ну да, да, конечно. А второй там вообще... У них вон 44 матча и 22 победы. Ребята играют, потащатся, дела. Давай, ты можешь запускать поиски, я просто пойду прокашляю, чтобы больше такого не повторялось. Договорились. Постараюсь как можно скорее это сделать. Собственно, что я хотел сказать, я закончу как раз по поводу 2 на 2 Даймонд Лиги. Для тех, кто, может, не очень хорошо понимает, как это работает. Можно там в 1 на 1 Лиге быть условно в золоте, а в 2 на 2 там даже в мастер Лиге. Ну и не будем тыкать пальцами. Вот. Можно и наоборот. То есть, можно, например, в 1 на 1 быть в мастер Лиге, а в 2 на 2 попасть там в какой-то более низший дивизион. То есть, оценивать уровень игрока имеет смысл по той Лиге, в которой он находится в 1 на 1. В 2 на 2 действительно разброс может быть очень большой, в том числе потому, что тиммейты могут быть разного уровня, как вот у наших соперников. То есть, там один, да, реально, Даймонд, но все-таки за Терна, он играл за Зерга. А второй, ну, какой-то совсем слабый парень, который практически не играет, практически не играет 1 на 1. Так что, в принципе, уровень игры действительно резонно оценивать именно по 1 на 1 Лиге. И нам пока вроде бы попадаются не очень жесткие ребята, поэтому я могу тоже позволить себе копить полторы тысячи минералов. Блин, это золото реально вообще что-то как-то дико работает. В 1 на 1 просто я от этого отвык. В 1 на 1 в современном Апуле сейчас нет карт с легко доступным золотом. И, честно говоря, я уже очень давно не играл вот в таком серьезном формате, чтобы у меня с самого начала было золото. Тут просто, я не знаю, я поставил 1 макрохату, не работает. Ну, я ее поставил на месте третьей локации, конечно, но это все равно была макрохата, там не было дронов. Поставил вторую макрохату, все равно полторы тысячи минералов. Только третью макрохату поставил, но до нее дело не дошло, эти ребята вышли раньше. Но тем временем я вернулся. Да, да. И хотел сказать, что нас потихоньку продвигает в уровне ММР, все выше и выше. И сейчас, возможно, попадутся кто-то примерно из 4300-4500. Ой-ой-ой, это уже наш уровень с Полин. Сейчас нам с тобой попадемся, мы с Полин. Это уже не мой уровень. Кто победит? Кто победит, если будет 2 на 2, Алекс и Спунер против Алекс и Полин? Как ты думаешь? Мне интересно было бы, реально, очень интересно было бы сыграть против самого себя. Я знаю, что в детстве делал. Я в шахматы постоянно играл сам с собой. Да, да, такое было. Согласен. Интересная штука, особенно когда у тебя нет друзей. Вот такое жестоко, да? Ну, а вообще себя с Полин сравнивать, ну, я не знаю. Я думаю, что я все-таки играю слабее, по крайней мере, вот в этих играх последних. Сейчас постараюсь прям выложиться, потому что постоянно что-то мешало. Я постоянно исполнял какую-то ерунду. Нет, я к тому говорил, что мне реально было бы интереснее, очень интересно было бы сыграть против себя самого в Старкрафт. Не знаю. Ну, пока они изобретут клонов, я думаю, что я не знаю. Да, ничего не светит, очень жаль. Да что ты такая? Да я уже привык, ты знаешь, я всерьез думаю над тем, чтобы тоже завести себе какой-то баркод. Честно говоря, уже, ну, как. Нет, я не про это. Вообще, я про то, что у меня овер не строился. А, не строился овер? Не, а я действительно подумаю над тем, чтобы баркод завести. То есть, ну, в принципе, если просто люди там пишут рады тому, что они с тобой играют, это здорово. Но реально же есть люди, которые тут же начинают там исходить матами какими-то. Ну, ты же знаешь, у меня отношение к матам на стримах как бы сугубо негативное. И, ну, в общем, меня очень расстраивает. Не стоит, не стоит. Меня очень расстраивает, когда что-то появляется. На стримах. Еее, он подписчик. Ну, то есть, вроде, не будет материться, да, вроде. Можно на него положиться в этом плане. Хорошо. Слушай, ну и основа зерк у меня уже заканчивается креативной стратегией за зергов. Что там еще? А, ну я знаю, что еще можно делать, окей. Что еще можно делать? Можно еще и инфестерами ползать по всей карте. А, закидывать их мариками? Да, и не только. Тоже неинтересно. Кто там против нас? О, это массовые ЗВЗ, да ладно! Сейчас будет весело. Сейчас, сейчас будет мясо. Такое вообще. Мне не нравится. Ну, я попробую очень осторожно через Бейнов сыграть, чтобы нас не пропустили. Так, к нам уже Овер летят. Овер это нормально. Будет неприятно, если к нам линги уже бегут, но вроде бы я более-менее контролирую. Ну, насчет, насчет того, чтобы они уже бежали, я чуть-чуть как-то не думаю. Потому что я только что поставил пул. Поставил? Да нет. Он у тебя уже готовил. Он построился, ладно. Это же не считается, когда он еще стоит такой не готовый весь из себя. Не готовый. Не знаю. Мне, например, не нравится, что у них нет базы извне. Прям вообще не нравится. Я уже ставлю бендинг-нест. И готовлюсь отбиваться от отборного гейства. Может быть зря. Но вы же знаете, береженного бендинга берегут. Ну, я думаю, лишний не будет, знаешь. Да. Слышал об этой пословице береженного бендинга берегут. Слышал. Ну, и вот теперь слышал. А куда ты поехал? Я думаю, ты сам придумал. Дружище. Да, только что. Не важно. Так, ну что у них, что у них. Ну, у одного хата есть, а другой только поехал ставить на золоте, походу. Это очень странно. Я не знаю, что это он удумал. За такое можно и того по мордасам получить. За базу на золоте такое ранее. Не очень в почете. Ну, хватит грызть моего оверлорда, пожалуйста. Там очень настойчивая королева. Куда он улетит? Ну, ему же там хорошо. Подождите, реально серьезные вопросы. Куда тот дрон побежал? Сейчас будем искать по всей карте. Там куда-то бежал дрон. И... Ну, он просто пропал. Я просто в передачу «Жди меня» пишу, потому что я не понимаю, что происходит. Это может быть грязная штука, на самом деле. Ты же знаешь. Может быть какая-нибудь прокси? Да я же вот сейчас... Который потом будет нас... ...оббегаю всю карту, но нигде ничего не вижу, понимаешь? Такие разные. Глупые вопросы. Она может поднастрать, в общем. Да. Да. Это я знаю. Что такое? Там уже куча собак. Дружище. Ты видел эту шайку? Более того, я от них уже отбиваюсь. Все нормально. Сейчас присоединим. Там дальше роучи. Короче, смотри, там реально очень агрессивная от них стратегия. Так что, да, ты потихоньку присоединяйся. Нам надо как-то может стенки поставить, не знаю. Стенка не нужна. У меня бейны тут. Сейчас мы с собаками-то разберемся. Ну, меня грызут. Ничего не сгрызут. Они у нас на рампе. Без паники! Видел, что бейны делали? Нормально, нормально, нормально. Пока все хорошо. Слушайте, реально не знаю, куда тот дрон пропал. Хоть бери реплей, смотри. У него нет по всей карте ни одной хэтчери. Справа, куда дрон ушел. Просто ушел. Ты не думал об этом? Может быть, он самоуничтожился? Съел сам себя? Не, я ссори. Я в самоуничтожился и не очень верю. Как бы, какие угодно теории принимаются, но про самоуничтожение, пожалуй, я пас. О, там уже реведжеры пошли. Лоу. Воу-воу-воу. Я понял. Надзиратель уехал. Да, сейчас они тут все очень быстро будут уезжать, на самом деле. Так, ну хорошо. Хорошо. Ты готов? Нет. Сейчас придется подраться, на самом деле. Нет, не готов. Очень жаль. А стоит подготовиться. Ма-а-а, ну ладно. Хорошо, вроде бы я реведжеров съел образцово-показательно. В это время мне образцово-показательно съели хату. Или не съели? Нормально все будет. Окей. Съели. С хатой все точно будет нормально. Ну как, она уже сдохла. Когда-нибудь потом. Устаревшие сведения. Не, вообще у меня есть еще одна, поэтому это не страшно. И как бы фишка в том, что у них все равно локаций нет. Как бы я-то вижу. Их нигде нет, бас. Если еще сейчас контратаку проведу. Что скажете? Воу-воу-воу. Хотя тоже, как бы, какой смысл контратаковать, если они до сих пор даже на базу не вышли. Не знаю. Сорят, что. Якобы у меня уже минералы вырабатывают. У меня еще вторая только что раскачалась. Ай-яй-яй-яй, нет-нет-нет-нет. Да, там лучше. Аккуратненько, аккуратненько. Там много бейнов. Да, это нормально. Ну хорошо, давайте еще раз пробежимся по всей карте, чтобы быть уверенным, что нигде нет прокси бас, потому что я отказываюсь понимать, что они делают в противном случае. Но в принципе... Окей. Как у тебя вообще там по макро дела в целом? Ну, сейчас буду раскачивать третью. Уже начал. Так у тебя вообще все хорошо. Третью он раскачивает. У меня замечательно. У меня ресурс скачаются. Две полностью раскачанных базы. Здорово. Сейчас осталось только лимита набрать. Все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, до свидания. Вот и наберешь линии. Мы приехали. Ну, не знаю, там хорошо по бейнам разменивают. В принципе... Вообще, они как-то не очень-то издох. Слушай, апгрейды 2-2 решают. У тебя 2-2 уже? Да ну. Нет, по почти 2-2. Ладно, не заказано, не почти доделано. Прими в дыру. Ты принял в дыру. Я, нет, я не дыру. Что такое дыру? Да я боюсь. И зачем он в него принимает? Не знаю. Тут как-то это вообще липовая тему. Подозрительные. Да, да, я тоже не повелся. На самом деле ты делаешь апгрейды на коготь и строишь роучер. Я знаю, 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 знаю. Окей. Сейчас мы будем выходить в коготь вообще, как таковой. Скир 3, все дела. Какие у тебя планы далеко идущие. Наполеоновские. Нам бы с тобой от муты не сдохнуть, потому что у нас в этом плане одинаково наполеоновские планы. Их можно... Тогда хорошо поставим маленькую порочку. Хотя у меня уже гидра есть, так что можно что-то придумать. Хорошо. Я бы, конечно, не сказал, что у меня слишком много гидры. Мне очень не нравится, что этот молодой человек постоянно атакует мой крип. Меня постоянно это раздражает, когда мой крип кто-то трогает. Тебя не раздражает, когда твой крип кто-то трогает? Издеваешься? Конечно же раздражает. Это же самое мерзкое, что это может быть вообще. При игре для зерга. Понимаешь, чем их проблема? А у тебя просто-напросто его ломают. Они, короче, только поставили базу там, где у нас на давным-давно... Опа! Классный размен двух бэйнов на 12! Можно? 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 Пожалуйста. Можно и плей, да? Ну почти, ладно. А сейчас? Ну, нормально у меня бэйны меняются. Так, сейчас моя гидра приползет. Что-нибудь можно уже будет придумать с ними. Он просто убегает. А если я взорву их по иксу? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Там вроде что-то по-каку-таки разменялось. Да, да. Эм, окей. И что, это все? Я думаю, они сейчас еще попробуют. Вон, видишь, там. Проблема в том, что у гидры слишком хорошие уроны, и там, короче, ничего не добегает. Да, ну тяжело. Блин, Старкрафт тяжелый. Да, нормально. Не знаю, я вообще без напряга играю. Не, я про ребят, им тяжело. Тебе-то ладно. Мне хорошо, потому что... Ну, здесь Алекс, который контролит карту, все такое. Я тут раскачиваю экономику. Так, кстати, о контроле карты. Поползли-ка мы с вами инфесторами. А, ты все-таки сделал это. Это! Я пока еще ничего не сделал. Ты все-таки сделал? Я пока... Я пока... Блин, я представляю, как он потеет с этим контролем. Это, наверное, очень сложно. Ему дается. Но... Пусть потеет. Ой, слушайте, там же аверсир был. Давайте не наглядь. Аккуратненько ползем. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, пойдем вот это все почистим. Тихо-тихо, тихо-тихо. Куфестер, 200 разведчик. Никто ничего не видит. Пацаны, ползем, 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 ползем. Пропустите, пропустите, старичка. Ой, а чьи тут ловеры падают? Ой. Не мои точно. Что это такое? А кто такой грязный вообще? Ну, кому-то... Я даже прослежу. А теперь, смотрите, давайте мы партизана-партизана отправим. Опа! Ревейджер. Наш. Чик. Он почему-то сдох. Ммм. Это обидно. Так, тут можно набросать инфеста терранов. Тут тоже можно набросать... А-а-а! Бейны! У спунера проблема с бейнами. Ну, или он делает вид, что у него проблема с бейнами. Я так-то не говорю. Ну, они ползли прямо на мою гидру. Это было очень... Микос! Тут нужен микос! Инфестер! Ну-ну-ну-ну, бегом-бегом-бегом! Блин, я не успел. Там такой микозище должен был войти вот во всю эту ставь. На ровном месте минус две базы, но, кажется, вся моя гидра умирает. Да. Куда? Нормально. Это я виноват, на самом деле? Я реально должен был, короче... Нет, ничего страшного. У них минус две локации сейчас только что прям. Правда, они были не раскачаны. Ну, это то, что ничего страшного, конечно, я тоже готов предположить. Опа! Это же мой Раведжер. А еще я только что начинал... Я вот сейчас начал уже раскачивать золото. Ну, вернее, оно построилось, но я его уже начал раскачивать. Сейчас мы с тобой выиграем. Вот я прям банкую. Да, мы можем легко выиграть, если я потрачу свои 3к на 3к, но пока я занят более интересными делами. А, я сейчас был занят таким интересным делом, что пытался твою королеву заставить сделать... Кхм-кхм, инфес. Личинками. Да. В твою же хату. И у меня не получалось. Я думаю, блин, да в чем дело-то? Ну, если в мою... Почему королева отказывает? В мою же хату, то должно было бы получиться, если бы я дал тебе контроль. Да, но это не получалось вообще никак. Да. База союзников под угрозой, то опять крип тебе чистят. Да. Вот убилки. Ужасно поздно. Прости боже. А у меня тут слоники вылезли. Правда, пока без апгрейда еще, но... Но мне это тоже нравится как-то так. Давайте, ребята, поговорим, пообщаемся. Как дела? Тут очень ограниченный формат общения, честно говоря. В стиле... Язык дубины и камни. Клешни и... И челюстей. Все, это... Вообще не напрягся даже. Да, пожалуйста, обращайтесь, заходите в Старкрафт, как бы. Блин, такие майнерные ребята. Да, нормально, нормально. Вообще. Такие мне нравятся. Вообще. Как будто я в Старкрафт зашел. А, ну хотя так и есть же. Да. Сколько у нас же по времени вышло? Час? Час 0.5. Ну, в принципе, можно еще каточку две. Нам осталось-то... Да, последняя игра в плане, чтобы получить лигу. И потом, в зависимости от того, мы сильно расстроимся или нет. Я думаю, мы не сильно расстроимся. Хотя вот мой вот этот АПМ в 120, вот это меня расстраивает больше всего из происходящего сейчас. Опа, АПМ. Так, парни, давайте сейчас мы покажем профессиональный Старкрафт. Все, поехали, АПМ. Хотя, вот честно говоря, сейчас я играл на таком расслабоне, что туда об АПМ вообще говорить... Ну, это... Смешно. Все, сейчас у Алекса пойдет АПМ. Все, 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 все. Супер Старкрафт. Давай ты куда-то взять накрутки по бинтам, знаешь, там, когда клацаешь подряд. Как это без? Не-е-е-е. Одно и то же, что в КС-ке ножи меняется там с пистолетами и бинтовкой подряд на спавне. Да-да-да, это кайсеры у Старкрафтеров научились как раз, там, смотрели в 99-м, как Старкрафтеры накликивают и такие, блин, мы так же будем. Так что да. А как без этого? Давай, все, включили киперспорт. Не, киперспорт я не включал, но АПМ я накликаю. Ну вот, АПМ нам сейчас нужен. Я думаю, закончим как-то побыстрее с этими товарищами, нет? Ну, в принципе, проблема в том, что в затяжной игре действительно АПМ прям накликивать будет сложнее, так что да, было бы неплохо, наверное. Да, да, придется постоянно спамить вот этим самым накликиванием. Так и устать можно, ты ж понимаешь. Пальцы сбегут, спотеют и все, и что ты будешь делать? Что ты встал? Боже мой, да что вы стоите, укрюк. Почему я нечаянно нажал ЭС-ку на рабочих, а не остановились? А этот что тут вообще делает, товарищ? Он пойдет на разведку. Так. Я уже поехал на разведку, потому что это помогает как раз накликивать дополнительный АПМ. Видишь, я сразу понял, что надо делать. Еще и главное, я сейчас не с первой попытки найти, чтобы больше АПМ накликать. Конечно. Ого, хата на золоте! Ле-ле-ле-ле-ле! Серьезно? Как слышно? Все хорошо там у тебя, друг? Никто не мешает ставить хату на золоте. Давай-ка ему, вот это сейчас как-то ему пресечем. Да, вот, конечно, пресечем, да, немножко. Немножко помешаем. Это, типа, что... А, пошел? Нагло. Немного. Блин, я только не очень успеваю. Там сейчас хата будет готова, но я надеюсь, что... Поставил раннюю себе просто... Ранний пул и не сделал королеву. Гениально. Батонь-батонь! Серьезно? Не-не-не, это будет пилон overcharge, без паники. Ну ладно. Там у них еще хата, посмотри, у него уже три макро-хаты стоит. Ну, две, то есть, у зерга, скорее всего, то есть, вместе с основной, наверное, три. Да, охреневшие, да. Полные халявщики, вот. Халявщики. Так, я слил рабочего, но это страшно. Да ладно, он успеет все убить. Потому что Мазершипкор у меня чем занимался? Убивает хату недостроенную. Правильно! Да. Вот это, конечно, легкий провал. А, ну хотя, если чувак тут ставит форж, то, наверное, все не так плохо. Так, догоняем, убиваем. Твой бегает. Эй. Ага, тут два старгейта феникса. Кто бы мог подумать. Вот кто у нас играет в Батонь-Батонь. Ты на меня. Меня подозревал в этой грязи. Это у нас вот, где грязный протосек. Ага, ага. Так, ну смотри, что это означает. Это означает, что у тебя надо уходить срочно рекомендовать. Обычай, мне не хватает надбирать. Обычный. Чего не хватается? Надбирать. Вот так и живем. Угу. Где мои, скажите, пожалуйста, что уже фениксы? Ну да, типа, когда я говорил, что там фениксы, имел в виду примерно это. Мать! Они паяют фениксы, имел в виду хотя бы. Короче, у нас тут проблемы определенные. Что правда? Ага. Я думаю, от этого мы еще отобьемся без проблем. У меня есть определенные подозрения, что нет. Линги там с мулом. Вот у меня сейчас... У меня тоже линги с мулом, но меня больше волнует. Каким образом мы будем сейчас отбиваться от фениксов? Фениксы, ну как? На каком-то этапе, я думаю, у меня будет достаточно сталкеров, но фениксы... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У тебя больше ты вроде можешь траться. Слушай, я не знаю, кого тут больше. У тебя, у тебя. Это уже с дотеканием его. Ситуация очень быстро меняется в Старкрате. Да, вот наши зачизили. Слушай, ММР вырос, а нас зачизили. Ну, у меня еще есть одна надежда, робкая. Твою дивизию, серьезно? Я поставил не то. Абсолютно не то. Поставил себе вторую сборку вместо плетки. Вместо плетки? Фотальник. Это была фотальник. Посмотрим. Блин, ну вроде он видит Даркшрайн, конечно. А, я... Короче, по земле... Они накликали, накликали, да? Кликаем, продолжаем. Да, все хорошо. По земле они нас, в принципе, убить не должны. А вот по воздуху есть проблема. О, дарки, дарки. Е. Не знаю, насколько мне стоит серьезно в это инвестировать. Ну, меня кажется, сейчас убивают. Блин, ну вот против лингов я тебе... Я тебе дарка сейчас варфну, и против лингов он будет помогать. Ну, нет, это уже ничего не изменит. Я... Все. Все было понятно. Три хаты, хата на золоте, потом выход в лингов. В огромное количество лингов. Ну, я в частности. Стоило делать роучи, конечно. Побольше плеток. Связание называется. Чуть-чуть еще дерусь. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай. Королев там умирает тут, конь. Да, да, да. А, ты еще и макро. Ну, там еще, да, прокси-нексус, типа такой. Ну, в принципе. Не, не, без принципов. Это мгновенно заставляет нас провести еще одну игру. Ты же понимаешь. Конечно. Куда нас после такого... После такого-то! О, ну и что это? Что это? Diamond 2. Чик-чик-чик. Ну, такое. Ну, это, кстати, просто уже адекватные ребята. Они в 2 на 2 ML и 1 на 1 Diamond. Вот это уже... Да, это уже. 4 300. Нам дали 4 100. И еще и сейчас забрали 87 просто так. Это просто реально были наши первые действительно сильные соперники. А мы еще не перенастроились. Но зато у меня 211 EPM. Больше 200 за протаса. Это уже... Это уже я не знаю. Я сейчас классал вроде, а у меня все равно 117. А в прошлой игре я играл на расслабоне и у меня было реально больше. Не, ну просто прошлая игра... Наверное, потому что сейчас слишком быстро все закончилось и... Ну да, ты же не накликиваешь в начале. У меня наоборот, как бы, чем короче игра, тем больше сказался наклик в начале, понимаешь, чем фишка. На-на-на-на-на-на-на. Сейчас, сейчас все будет. Сейчас мы исполним. А сколько нам надо до Diamond Tier 1? Сколько там? 450? А, ну это не посмотреть, наверное. Ну ладно, пофиг. Блин, ну вот спорим мы 2 на 2 Master 3 и там, считай, 4... А, да, там где-то 4 400. Это переход в Master. Мы с тобой на сотом месте сейчас вообще. На сотом месте. Это нормально. Да. Место... Самый низ вообще. Ты знаешь, когда-то все реально мерялись местами в дивизионах, но после ввода ММР это стала самая бесполезная фича Старкрафта. Дивизионы и места в них. Ну, я топ 57 в своей лиге. Окей, но что это значит, какой у тебя ММР? Знаешь, я сегодня ни разу не сыграю за Терана. А кто у тебя? Опять Протес? Ага. Ну, бывает такое. Любители Теранов сейчас... Вешаетесь. В сторонке. Любители Теранов, идите посмотрите, как даже пехотные Терны проигрывают керриеры. Мочи совет. В мастер-лиге, между прочим. Против Терна. Сейчас надо как-то Тернов унижать. Не, ну после того, что произошло в прошлой игре, на самом деле я очень зол. И я больше всего зол вообще из-за того, что я натупил с Мазеркором. Это реально полностью моя ошибка. Ну там у тебя могло получиться все очень красиво. Да-да-да-да-да-да-да. И, короче, я вот очень обиделся сам на себя, что я недоконтролил. Поэтому я снова буду играть через пилон и верчардж, чтобы убедить себя, что страта работает. А вдруг нет? Тогда мы проиграем еще раз. Да, верно. Но я смею предположить, что у меня есть ауты. Какие на победу все-таки? Абсолютно безосновательный, конечно. Можно попробовать зачизить, но... А я чем занимаюсь? Нет, ты-то можешь... Это надо делать вместе вообще. Да ладно, кто тебе сказал, что 2 на 2 это проиграем вместе? Ну, разве это не так задумывалось изначально? Нет, как задумывалось, я не знаю. Старкрафт тоже, ну, карьер как бы тоже задумывался балансным юнитом. Так, смотри, уникистеран, он ставит уже себе вторую катку. О, он перелетел на золото, поздравляю его с этим. Ну, типа он, ты видишь, где он ставит командный центр? Он ставит его как бы симметрично моему Нексусу, то есть он на самом деле... ХИТРЫЙ ОЧЕНЬ ШИБКА Это по идее означает, что я успею до вылета рипера оказаться пробкой там, где надо. У тебя там еще всякие тайминги, ты все это помнишь? Единственный тайминг, который я помню, это поставить вторую хату на минуте. Вот это сейчас было не в тему от меня, пилон. Ладно, я могу еще запилонить вот это, и потом могу вот здесь все запилонить. Удивительно, но... Да? Но ты там какую-то дикую грязь сделаешь, зачем? Что это такое? Это сейчас прилетит Мазеркор и устроит им пилон номер 5? Пацаны, страта работает, поздравляю вас. Правда, мана нету, да? Я еще там оверлорда по дороге забрал, на самом деле сейчас все очень здорово. Вот тебе бы... Ага, там уже куча лингов. Мы даже Мариков всех убили. Не, ну сейчас-то реально все хорошо. У него даже королевы нет, тут настолько все плохо. Так. Нет, не добивайте Мазеркор, он улетает на красных хп, пацаны. Нет, он улетает, все нормально, все в порядке. Так, у лингов готов мув, сейчас к нам будет контратака. Но по идее это тоже не проблема. У лингов почти готов мув, но у меня нет лингов, вот в чем проблема. Это, короче, все равно не проблема, потому что у меня есть, как он называется, адепты. И по идее я даже успею вот такую стенку поставить. Нормально, товарищ. Если успею. А-а-а! Они уже здесь! Они уже здесь, они уже жрут! Не, ну моя стенка спасает нас только на мейне. В этом ее определенная проблема. Через минерал волк. Может быть ты откроешь ее моим волкам маленьким? Нет, через минеральчики, давай-давай, как про. Через минеральчики должен... Какие минеральчики, о чем-то? Райт-клик по минералам, и твои пацаны свободны. А-а-а! Серьезно? Конечно. То есть я не знал этого вообще. Ну вот, это называется минерал волк. Очень полезная штука. Все, ладно. Полезная штука, я понял. Так, мы все-таки забрали овера. Трюкняет почему-то резко очень много. Ого, даже с мариками! Ай, ай, королева! Королеву не надо! Может, нет? Нет! Вторую тоже. Конечно! По-света не вторая локация. Хорошо, у тебя там была локация, да, я тебе так скажу. Эх! Оп! Как мы просты из-под носа. Это очень круто, я считаю. В общем, проблема в том, что эти ребята не знают, каким будет дальше продолжение. Предыдущие знали, а эти не знают. Понимаете в чем? Так, нужно возвращать хату очень срочно. Ты думаешь, что это срочно? Очень. Вот прям вот сейчас надо ее возвращать. Ой, не знаю. Я бы не спешил вообще. Вся жизнь впереди. Ну-ну-ну. Надейся и ждим. На-на-на-на-на-на-на. Вот, давайте просто Мариков будем резать. А, не будем, у них щиты уже. Не-не-не, тогда забейте. Слушайте, а что тут еще и турели кругом? Старкрафт играть умеют опять какие-то. Госки. Ну, 8 киллсов для первого дарка, это вообще нормально. Если что, контакт ликает не у вас. Как всегда, спуннер его не закрыл. Ну, такая, да, вообще перспективка? Да не знаю, я вроде нарезаю все потихонечку. Я как бы подумал, что если дарки пришли к тернет, это совершенно не обязательно означает, что дарки придут к нему. В принципе-то он прав. Но он не прав. Конкретно в данном случае как-то вышло по-другому. Ладно, ладно, ладно. Там много мариков. Не, а зачем ты туда идешь? Я думаю, это не нужно сейчас. Нужно, думаю? Не, думаю, не нужно. Я надел на обещу хуже. Я очень сильно пытаюсь остановить свою вторую базу. Да, все, врача, все никто не мешает. Просто не мешает. Мешает только то, что у меня просто нет личинок. Рабочий. Так, они сами к нам идут, видишь, как интересно получилось. Я их задержу. Вот тут как раз-то лучше бы мы вместе дрались. Ну ладно. Смотри, я дал нам спейс. Здорово, здорово. Теперь они все прокоцаны. А, ну да, конечно. Достаточно одной энергии буквально. Мы обязательно покажем. Ну нет, ну почему? Что вам сделала моя вторая локация? Вы ублюдки. Что за мерзкие создания? Пацаны, крадемся. Крадемся, крадемся, крадемся. Мута! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот мута, это прям реально неприятно. Угу. А, тут он значит арками опять орудует. Чуть-чуть, да. в но в случае мута нету на это очень плохо выбирают у тебя есть газ я могу попробовать сейчас что то смуты предоставляет четко пробует видимость 5 газа с тем надела архонов в принципе будет какой то толк в принципе я не могу вылезти со своей первой базы абсолютно да 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 я понимаю у меня есть вроде рабы у меня вроде там что то как то но нифига сейчас опять же я помогу этими архонами в принципе мы с металлистами мы разберемся на этот весь из себя такой герой почти так что это такое бомбардировка пилонами очень успешно кстати можно идти в контратаку а вот я там маленький дропчик он реально мута возвращается ну да ну да мута нефть яма немножко возвращается какие то лямные роучки рабочими и новой локации которые ладно как это меню сейчас но муты все больше становится и вот такое вообще себе такое вообще себе нормально значит нормально это хороший закон для наших 2 на 2 может быть да в общем смотри если тебе это облегчит твои страдания то у них сейчас тоже большие проблемы дома я понимаю и с экономикой у них реально все плохо единственная проблема этому то зерга а вот это целая раскачанная просто база полностью качает 15 рабов надо быстрее по идее там по хорошему но я согласен вот и частные моменты поставят очень быстро сверху ну кому кому то чешным с тобой делать там ну кому то еще и сливается так смотри эээ те минералы на восстановление нужны нет мне достаточно мне хватает у меня нет личины я тебя понял ну давайте мы себя обезопасим я начал маленько себе прям чуть чуть продактить делать гидру у нас надпись так и если что то хорошо это движение в правильном направлении да что такое прилетела это сцена 5 мусор собачьи да она и просто блок убивает бедро но спорками пытаюсь как то отступать так это немножко немножко все таки я я покоцал но блин когда все плохо все плохо я даже не могу пару слов связать но вот насколько все плохо а там че там там снова летает мута ну да у меня она получает отворот ой тихо 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 отворот в процессе а это мы не делаем базу ладно надо прям решительный выход делать слишком много пасмик решение абсолютно ничем нормально это не очень нормально но я сейчас полезным что как есть про надо делать выход это сам собой разговаривал люблю разговаривать сам с тобой да не 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 все нормально бывает блин но они здорово отфокусили архонов боюсь тут уже тяжело бы что-то сделать понимаешь я раскачал вторую все не так плохо теперь прямо противоположная ситуация да у меня скепсис асфонер оптимист но понимаешь раньше все надо резко раскачиваться в сторону армии началась база да со скольки угодно потому что они то уже вот у меня нет минералов на армию так что я могу придумать придумать минералов да да минералов было бы неплохо а ну все привет да я именно это именно это имела ввиду ну да ну да 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 но но если мы не отдали на а 1 но вот эти всякие модельки из видоизмененные роучи О, да, давай на модельки спишем, я не против Они, слушай, они, ну, ну, прям, ну, очень, не очень Да, я согласен Кто вообще с этим играет? Они же, ну, ну, блин Они отвлекают Вообще непонятно, роучи-то или кто Ну, слушай, у меня уцелело очень много рабов У меня по-прежнему, если не смотреть на то количество огромное Армии, двигающиеся в нашу сторону Ну, все плохо Ну, тогда строй армии Сейчас я восстановлю хату в очередной раз и все будет А, правильно, ну, начинать надо всегда с малого Я согласен Сейчас плетками обмажутся и все будет Ну, кстати, есть подозрение, что у них просто апгрейды клевые, они как у меня в бомжа 1.0 Да, там уже 3.1, вот в чем фишка Это, думаю, что я прям так вот вообще без ауто вздыхаю Все-таки это, ну, не такое слабое войско Да, окей, гг Согласен Не, ну они тоже... Ну да, да Они молодцы, у них 4.500 и шарят Довольно ранний выход в мою базу, который снес несколько раз Вот эта карта, кстати, она очень неприятна тем, что тут у одного база очень комфортная, а у другого нет Я думаю, здесь мне есть смысл брать базы извне, чтобы... Да, у меня вообще не было баз ни одной, которая была бы где-то там на хайграунде А база извне, ну, прибежали собачки и съели Ну что, мы пробуем затащить их? Давай, я думаю, это точно будет последняя Мы не можем проиграть три подряд, черт презери Посмотри на этого зерга, который просто 111 рабочих сделал Вот что значит харас от Алекса Ну да, ему на каком-то этапе было неприятно немного Так, а через что он выходил вообще? Зерга играл стандартно, хата, газ, пул Да, отлично Теран просто он СЦ до барака поставил И поэтому мой харас там на самом деле удался посмотреть на количество рабов Зерглинг, зерглинг, зерглинг Не, ну хотя если посмотреть на количество рабов, то главным страдальцем все-таки был спунер Опять ошибка, ну что такое? Да Не знаю А что спунер? Спунер там тоже нормально Не, я говорю, если посмотреть на количество рабов, то больше всех страдал ты Хотя я тебя не харасил Тебя они харасили вдвоем Не, ну знаешь, они меня просто... Они меня не харасили, нет Они меня уничтожали Унижали Это вот как вот, ну... Совершать насильственные действия над пьяным человеком Он не в состоянии ничего сделать Он такой только маленько морщится, ворочится Разные статьи уголовного кодекса Совершать насильственные действия просто и над пьяным человеком Просто пьяный человек особенно беспомощен, если он достаточно пьяный Если ты считаешь, что был достаточно пьяный, а они все-таки... Вот, в том-то и дело Я к чему клоню, что я-то был вообще не пьяный То есть у меня даже такого оправдания нет Меня просто запинали Слушай, ну вот на этой карте есть определенная проблема Она заключается в том, что я при всем желании тебя... Хотя я... Не-не-не, все нормально будет Я думаю, они не придут вдвоем ко мне Мы просто два зерка против двух тернов Это не очень комфортная ситуация на самом деле Ну, у меня, конечно, есть один план Так Стесняюсь спросить Я думаю, понимаешь, к чему я клоню в принципе Ну, я знаю такую стратегию, называется... Начинается на бейлинг, заканчивается на баст Ну, честно говоря, не знаю Если ее смаченько разбавить хорошим чизом в начале То есть бейлинг, баст, это не чизом в начале Не, не знаю, я... Смотри, с бейна сначала Я попробую просто сбегать к ним собачки Тя одним рипером могут отбить просто и все Да, да Лучше ты просто поставь хату, смотри, я играю через ранний гаспул Ради того, чтобы как раз был у меня быстрый муврингом И если что, я помог бы отбиться там от каких-то риперов Вот от какой-то такой фигни Ага, ну ладно Я не знаю, что они будут играть Но если это адекватные ребята То на этой карте они могут попробовать заобузить риперов как раз И это если что будет... Очень приятно Здесь хорошее количество подъемчиков Я думаю, ты прав Я вообще на этой карте впервые, так что... Я вот уже наигрался против всякого барахла здесь Ну тут просто барак-гас Вроде бы этот парень играет довольно стандартно Того, к кому ты прилетел... Ну, вроде тоже похоже на стандарт Сейчас увидим Вот барак только ставится Второй, второй барак! Два барака, я скажу Ну да, тоже чуть больше похоже на игру через риперов Посмотрим-посмотрим Так, давай, пожалуйста, не надо сейчас кашлять Хорошо не буду Я себе Да, я... У него еще и смотрится, Сэшка ставится Это я знаю, да Да, нормально Ты, как и я, тоже любишь поговорить с умным человеком Поэтому предпочитаешь общаться сам с собой Мне это очень знакомо, да Это мы давайте немножечко Я рискнуй Пробую перевести рабов на золото Давай-давай Я думаю, это куда меньше риск, чем может показаться Ну, чё, смотрите Там ребята Очень хорошо себя чувствуют Оба по базе, значит, поставили Ну, вообще, ну... Ну, они хотят играть Макро, будем играть с ними Да? Я прав? Да, 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 вот тот чувак, который ставил второй барак Он будет делать дабл-дроп То есть, он будет... Ага, уже куча риперов Нет, не совсем куча Ну, это больше, чем один, значит, уже куча Я думаю, сейчас мы тут всю кучу съедим Благополучно Кстати, знаешь, что ты есть более безопасное место для золота А, где? В углу-карте Думаешь, более безопасно? Ага, ну, в углу обычно это более безопасно Здесь, если хотя бы с базы, мы будем бежать быстренько, если что не так Ну, как-то дозаказаться Пусть сейчас чё-то так много риперов Реальных чё-то Как-то вот больше, чем надо Ну, понятно Вот ты будешь делать Сейчас, я думаю, мы, кстати, можем вместе пробежаться Твоими и моими собачками Да, можно? Можно Погнали А-а-а, слушай, я вспомнил эту карту прямо сейчас Ну, около гранатки разбрасываю А-а-а, какое-то Не, все нормально Мы в минеральной линии Можем тут немного погрызть Ага Ну, я уже тут мало что могу погрызть Господи, вот это гранаты просто профессиональные у чувака Сказал, что сейчас может пойти контратака, кстати Ну да, вполне Это будет довольно плохо для нашей молодой развивающейся экономики О, я бы за себя маленькое другое сказал Меня, знаешь Не очень молодая или не очень развивающаяся? Ой, 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 ой Что я говорил там по поводу контратаки Там уже нормальное количество ребят Мм, ты лучше пока не дерись без меня Попробуй в другом месте поставить базу Потому что сейчас мы там нормально Не потеремся Золото, до свидания Те собачки как вообще придут? Они контратакуют пока Ладно, ладно, хорошо Я думаю, хорошо, что я пошел в контратаку Твою хату уже не отбивал А вот здесь мы влезем Нормально погрызли Давайте-ка на золото сейчас дружно переведемся Да что-то, твои мисклики, мисклики прям подряд В каком интересном углу ты золото нашел? В том, в котором уже я поставил А, ну если так У тебя есть еще сейчас? Ну да, у меня что-то есть Я думаю, надо нападать, как-то Давай-давай-давай Мина основную машину пехоты убивать нечем у меня есть конечно раучи появятся, но я бы на них сильно тоже не рассчитывал дэй, мне бейлингные ступили ну ничего, ливать пока рано я думаю, не? давай вот это вот без быстрых ливов да я то вообще не из таких, но объективно говоря тут уже тяжело но сейчас у меня вылезет реально много раучей давай давай, хорошо, я не либо никуда перехватывает дотекание дойдите вы нахрен с минами, со своими, пожалуйста у меня на выходе поставили 2 мин да я вижу, я их вот принял на себя, да назовем это так так все, ты уже дерешься, погнали да да да, погнали у тебя слайер у тебя слайер? да, есть, почти вот прям аверсир нужен я уже в курсе, поэтому ставлю дгр так смысл а, окей, да но он уже морф он почти так так все, все, есть есть вздиратель ну, нет ну, нет, нет, ну, нет, такой охрененный разряд пин ммм 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 так танк минус пехотка 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 пехота пехота разумеется, заперед пехи деваков а, и там ко мне выход пришел ты можешь перевести на хату сверху ммм вот очень много личинок, которые могут таморс сейчас люркеров ой, в люркеров, что я сказал ну, я уже подумал о том, что что люркеры было бы здорово, да да, люркеры было бы неплохо да, хороший юнит а, у меня на мейне хороший дроп очень прям массовый еще у нас все равно кругом мины тут да у нас еще, нормально, нормально сейчас он, конечно, ко мне на мейн пытается перелететь и это у него успешно получается да, и у того терна, который дропнулся ко мне на мейн успешно получилось мою мейн убить ладно, я перебил его дроп ну, практически можешь еще попробовать перебить мой да господи все очень плохо да, пацаны шарят разводы на мультитаск налево, направо да где это тоже дурацкий апгрейд сделайся, пожалуйста ну значит то, что мы сейчас делаем а он еще и заказан даже то, что мы сейчас делаем называется страдай крафт и вот он как раз заканчивается да, да exactly, gg ну, неплохо, в принципе неплохо все, все, мы не тянем мы не тянем я думаю еще повлияла небольшая усталость все-таки как-то, как-то, час сорок минут старкрафта ой да, ой да да это примерно и у нас получили удовольствие во-первых, от 4к видео на твоем канале если оно там в таком качестве нет, оно будет обязательно все нормально, все получилось все замечательно сейчас, правда, эта фигня вся будет рендериться наверное, часов 8 до завтрашнего утра так что на канале алекса видео выйдет скорее всего не, я думаю, что мы там плюс-минус засинхроним все в любом случае, спасибо всем, кто присоединился кто посмотрел наше видео я надеюсь, что вам понравился наш эксперимент с 2 на 2 и спунеровский 4к опять же, мне само будет очень интересно посмотреть по-моему, это единственный плюс вообще в моем видосе в принципе так, это же хорошо, что у всех свои плюсы, понимаешь ну, смотри, смотри так мы повторим наш эксперимент, я думаю через какое-то время, может быть неделя-две за это время я прям буду жестко задрачивать StarCraft, именно за зергов и постараюсь играть конкретно в режим 2 на 2 и потом будет спунер до и спунер после, да? да, и мы увидим весь этот прогресс хорошо я надеюсь, он будет, он должен быть как минимум я постараюсь поднять свое ПМ как минимум до 200 ну ладно, вот это цель ну, я не обещаю через 2 недели 4к видео на своем канале наоборот, мне как раз недавно спрашивали мол, будет ли 4к видео а я так посмотрел статистику использования разрешений и увидел, что 4к разрешение использует примерно 0,06 процента всех зрителей так что передаю привет тем 30-ти людям, которые посмотрят это видео в 4к для вас сегодня поиграли 2 на 2 алекс на 0,07 и спунер спасибо за компанию, спун было очень весело да, было как минимум весело это здорово всем пока ребят спасибо 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 спасибо